Юрий Валентинович, Вам слово. Дорогие мои друзья, коллеги, мои любимые дети, которые со мной всегда соприкасаются с прекрасным. Я многократно очень счастлив и рад, что Вы присутствуете, что Вы не забываете творчество художника. Спасибо еще раз. Человек, положивший свою жизнь на алтарь служения искусству, так или иначе уже победил смерть. И значит печать забвения не коснется его имени. 11 октября 2019 года остановилось сердце народного художника Украины Юрия Валентиновича Зорко. Вечная память о нем отныне заключена в его творениях. Юрий Валентинович Зорко родился 21 сентября 1937 года в селе Раздольный, дальневосточного района Приморского края. Еще в детстве его увлекла атмосфера творчества и вдохновения, когда он учился в Чеховской школе города Таганрога, куда переехали с родителями. Вот как-то в разговоре Юрий Валентинович сказал, что у него отец тоже немного рисовал. Но по-настоящему выбрать эту профессию помог один случай. Когда он учился в школе, учительница выбрала класс в старый парк, собирать листву для гербария. Он в парке увидел художника, который стоял, писал аллею, осеннюю аллею. И вот это заворожило его. Он отстал от класса, начал рассматривать. И так у художника живо получилось, что тогда у него родилась мечта такая, стать художником обязательно. В 1961 году Юрий Зорко переехал в Донецк, где в течение последующих пяти лет учился в Донецкой художественной школе художников-оформителей. Уже в 1966 году его работа впервые экспонировалась на республиканской выставке в Киеве. За период до 1971 года картины Юрия Зорко участвовали на пяти республиканских, одной всесоюзной, а также на зарубежных выставках в Болгарии, Италии, на Кипре. Юрий Валентинович – это очень упорный, настойчивый, потому что вся его биография делалась только на упорстве, на настойчивости, на трудолюбии. И он этого заслужил, потому что он стал примером, его знали чуть не весь Советский Союз. Творческая судьба Юрия Зорко действительно является примером мужества, упорства и настойчивости в достижении цели. Потребность рисовать присутствовала в нем всегда, а впоследствии оказалась той внутренней силой, которая позволила преодолеть все трудности и преграды на его пути. Так сложилась его жизнь, что овладеть законами изобразительного искусства ему пришлось не в институтских аудиториях, а на практике у замечательных художников. Его учители были такие, как Кохан Шац, Захарченко, Татьяна Яглодская, с которой он общался, нужно сказать, дружим. И она ему была наставником. Он был большим профессионалом, не имея профильного образования. Такой высочайший уровень живописи, такой высочайший профессионализм он воспитал в себе, получается, ну, фактически сам, по крайней мере, без учебного заведения. И это высочайший уровень подтверждает лишний раз его как человека, как профессионала. В 1971 году Юрий Зорко был принят в Союз художников СССР по рекомендации выдающихся живописцев Татьяны Яблонской и Николая Глушенко. Именно Николай Петрович Глушенко заметил тягу Юрия Зорко к индустриальному пейзажу и всячески поддерживал искание молодого художника в этом направлении. А с Татьяной Ниловной Яблонской на протяжении долгих лет его связывали теплые дружеские отношения. Татьяна Ниловна сделала его рисунок. И он всегда старался посетить в среднем, когда она там бывает, ей было легче приехать с Киевом. А он с Занитска приезжал, потому что он был фанат ее творчества, хотя имел свое лицо и ей не подражал. Она тоже оценила его. Художник на протяжении 70-х-80-х годов XX века в своем творчестве с завидным постоянством исповедовал тему индустриального пейзажа. Воспевая трудовой Донбасс, на своих полотнах он старался передать напряженные ритмы эпохи, победную поступь технического прогресса, невиданный размах новостроек и передовых предприятий. Работали там художники практически чуть ли не все наши донецкие. И, кажется, они оставили после себя вот этот вид Донбасса, вот этой мощи этих людей. Потому что, говорю, ну нет такой области, того края Донбасса, чтобы, кажется, люди не гордились тем, что они живут на этой земле донецкой. И песни у них особые, донецкие, сравнить искусство. Искусство, просто, говорю, оно идет от нашей земли, от этих леток и поднимает нас просто как людей, как творцов. И Юрий Валентинович, кажется, это все изобразил, кажется, своих работ. Полотна Юрия Зорко убеждают, индустриальный мир прекрасен, озарен цветом. Существует особая логика цвета, и именно ей одной, а не логике разума, порой и должен следовать художник. Авторскую манеру письма Юрия Зорко характеризуют густые, интенсивные по цвету краски. И это придает изображению весомость, материальность, ощущение предметности окружающей среды. Кажется, притронься к холсту, почувствуешь под рукой холодную твердь бетона, жесткость прокаленных дымом рабочих роб. Самое главное, что удалось записить для этих работ, это апоэтизировать. Это не просто железные какие-то конструкции, геометрия какая-то, а тут есть мысль, тут есть дух, тут есть талант человека, который работает с делом. Пейзажный жанр, безусловно, доминирует в творчестве художника, и это обусловлено его постоянной жаждой новых впечатлений и многочисленными поездками. В составе всесоюзных творческих групп Юрий Зорко побывал в черноморских городах-героях, на Урале и Дальнем Востоке, на Байкале и в Волге, в Соловецких островах и Кольском полуострове, на Таймыре и в Архангельске, объездил всю Украину и Крыму. Художник был убежден, что зазерцание природы – это лучшее лекарство для души, а из общения с природой каждый может вынести столько света, сколько пожелает, и столько мужества и силы, сколько ему будет нужно. Юрий Зорко рассказывал, что в трудные моменты жизни, когда даже кисть валится из рук, он всегда выезжал на природу. Природа была для него отдушиной. Там он восстанавливался и охотно брался за работу. И он так увлекался, что он природу воспринимал не с натуры, а прямо, как он видел, как он это чувствовал, он так и писал. В 1999 году Юрий Зорко организовал творческую группу «Донецкий пленэр», в которую вошли донецкие и мариупольские художники. Он участник и организатор очень больших таких пленэров. И мы лично ему благодарны. Командун собрал он из десяти человек, которые были преданы. Я приезжаю в Донецк, а тут, оказывается, Юрий Валентинович организовал группу «Донецкий пленэр». И мы с ним начали ездить по этим пленэрам. Донецкий мой художник. Это был Соколиный окрым, это был Красный оскол, это был Изолочи, Львовская область. Все так горе наши любимые. Я вам хочу сказать, Юрий Валентинович, ну, всегда был примером для меня. Это был стойкий оловянный солдатик. Он, если писал пейзаж, он стоял шесть часов, пока не выжмется с этого пейзажа. И он старался пейзаж закончить на месте, чтобы его уже не дорабатывать на сисконе. Вот это мне всегда нравилось, потому что не пил, не курил. Стоял и писал. Мы всегда поражались ему трудолюбию, потому что, если он выбрал один мотив, то он может с утра до вечера там стоять. А так он работал без зонтика и вечно с этюдов ехал с обгорелыми ушами. У него такие вот уши все объемные, толстые, потому что обгорели. И постоянно ходил в шапочках с козырьком, чтобы солнце не било в глаза. Любил писать контражуры, то есть напротив солнца. И писал свое, в свои места. Никто за ним не ходил, в очереди не остановился, но он был и чувствовалось, это было инициатором поездок и настоящим руководителем, не только настоящим художником. В последнее десятилетие художник с увлечением работал над серией городских пейзажей Донецка, в которых передал красоту и своеобразие атмосферы родного города. При всем богатстве жанров, в творчестве Юрия Валентиновича его можно с уверенностью назвать признанным мастером натюрморта, знающим национальные традиции своего народа, его культуру и быт. Я всегда удивлялась его работам, уже не говорю о раннем его периоде, но тот период, в котором его зрелости и его натюрморта на днях захватывали. Потому что он старался, каждый предмет натюрморта имел свой вес. То ли это медный самобар, сразу ощущаешь его тяжесть с водой, стоящим на столе. Это фрукты, это чашки, драпировки. Конечно, он был прекрасным мастером. Юрий Валентинович Зорко был большим другом Донецкого республиканского художественного музея. Здесь не раз проходили его персональные выставки, а в фондах хранятся подаренные им работы. Как будто вчера мы праздновали 80-летие Юрия Валентиновича Зорко. Это было действительно настоящее праздничное, торжественное и радостное событие для всех нас. Мы к этому долго готовились. И в программе поздравления Юрия Валентиновича к этому событию было приурочено открытие выставки «Люди и земля». Мы делали очень много сюрпризов. Мы делали это с таким вдохновением и с такой радостью, с благодарностью этому замечательному, великому, по-моему, по-моему, святого человеку, что были сами вот в таком предвкушении этого праздника, как вроде бы не Юрий Валентинович праздновал день рождения, а день рождения у каждого из нас. За 50 лет вашей творческой жизни родилось огромное количество работ, которые дарят нам только добрые чувства, только светлые чувства. Спасибо вам большое за них. Благодаря вашему творчеству весь мир знает о том, как красив наш Донбасс во все времена года. В 2016 году при действенной поддержке руководства музея здесь начала работу детская художественная студия, которая и по сей день носит имя Юрия Зорко. Юрий Валентинович Зорко – основатель художественной студии нашего музея. Когда мы подбирали художника, который должен был вести эту студию, то выбор действительно пал бы на Юрия Валентиновича, потому что он не только талантливый художник, замечательный художник, но еще человек, который человек широкого, большого сердца, человек, который очень любит людей и который как бы щедро делится своей любовью. И самое первое занятие в нашей студии действительно показало, что мы сделали правильный выбор, потому что дети, которые пришли к нам на первое занятие, это был осенний день, они были просто очарованы Юрием Валентиновичем, его манерой вести разговор, его манерой учить, его рассказывать, показывать, учить находить какие-то смыслы в деталях, работать с цветом. И надо сказать, что с первых дней работы художественной студии у нас были аншлаги, то есть очень много было желающих людей, которые хотели поучиться рядом с неталантливым художником. Был фактически третий год войны, и многие дети, ученики школы, они пережили то, что, в общем, выпадает на судьбу не каждого взрослого в мире. И очень важно было именно в этот момент ребенка направить, поддержать. И я вот заметила даже по моей девочке, как ребенок начал оживать, когда вот масса этих негативных впечатлений, когда постоянно говорят об обстрелах, как они прятались, как они бежали. И потом вот человек меняется, начинает думать о будущем, об искусстве, какие-то идеи приходят. Это огромная роль Юрия Валентиновича в том, что он так помог нашим детям. Это, может, было своего рода даже лекарство для души. Это вот замечательная школа. Как он занимался с детьми, вот просто самоотверженно. И вот эта положительная нота его как человека прослеживается в его живописи. Валентинович научил делать картины такие, чтобы можно было посмотреть, что делаешь шарф и уже ты в картине. Картина, ну, как будто бы картина ошивает. И это настоящая история. Ну, Юрий Валентинович не учил смешивать меня цвета. Для этого я, так сказать, кисть в руках не умела держать. Юрий Валентинович – это человек, который дал ей, скажем так, основу. И, конечно, очень мало времени с нами пробыл, к сожалению. К сожалению, очень не хватает его. И просто как человека, как друга, товарища и как педагога любимого, конечно, к сожалению, невосполнимая удача. В душе каждого человека находится миниатюрный портрет его народа. Качества, которыми обогатил этот портрет Юрий Зорко, возвышенные и чисты. В их основе безусловная доброта и внутренняя сила, осознание которой и делает человека скромным, исполненным любви к окружающим. Он для каждого находил какое-то особенное, какое-то доброе слово. Вот ты понимал, что ты ему не безразличия. И это видел, это чувствовал любой, общающий с ним. Серьезный, сдержанный, забудчивый. Ценил коллектив. Единственным был творческий человек. Думал только об искусстве. Ничем не увлекался. Он только думал о том, как создать хорошее произведение. В виде живописи. В определенном возрасте он был необыкновенно молод душой. Он был активен. Он был полон планов. У него было очень много идей. Он был легок на подъем. Он приходил на все открытия выставки. Он был таким активным участником нашего творческого, музейного процесса. Нашим советчиком. И еще одно качество, которое меня восхищало в нем и продолжает восхищаться, он был необыкновенно деликателен. Как человек это скромный, потому что бывает часто скромность, она вредная. Юрий Валентинович Зорко, это, знаете, мой, во-первых, хороший друг. Честный, бескомпромиссный и с большой силой воли. Прекрасный художник, колорист. Ну, я ему благодарна за то, что он меня пригласил в этот Донецкий пленэр. Знать, что с тобой мэтр работает, это как бы подстегивало. Не только меня, но всех нас. Мастер, который воспринимает мир особенно чутко и проникновенно, помогает зрителю больше узнать и понять о мире окружающем, о внутреннем мире каждого из нас. Его творчество словно молитва, обращенная ко всем поколениям, призывающая к миру и благоденствию, к любви и созиданию. Остались работы замечательного мастера. Они требуют от зрителя работы душевной. То есть автор вкладывал душу. Зритель вынужден сопереживать с теми эмоциями, которые привнес в свою работу автор. Великолепный мастер, который, к сожалению, от нас ушел. Я думаю, что Юрий Валентинович смотрит за нами, следит за нами с небес и радуется нашим успехам, радуется нашим выставкам, как он это делал при жизни. Я желаю вам здоровья, любви, счастья. Ну и прошу вас, посетите, посмотрите мою выступление. Спасибо. Пока земля еще вертится, пока еще ярок свет, Умному дай голову, трусливому дай коня, Дай счастливому денег, и не забудь про меня, Пока земля еще вертится. Господи, твоя власть, дай рвущемуся к власти Навластвоваться всласть, дай передышку щедрому Хоть до исхода дня, Каину дай раскаянье, Я знаю, ты все умеешь, Я верую в мудрость твою, Как верит солдат убитый, Что он проживает в раю, О, как верит каждое ухо Тихим речам твоим, Как веруем и мы сами, Не ведая, что творим, Господи, мой Боже, Зеленоглазый мой, Пока земля еще вертится, И это ей странно самой, Пока еще хватает Времени и огня, Дай же ты все понемногу И не забудь про меня, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok